Всем привет, друзья! И что это за шутка и лицо в ванной? Сегодня мы это узнаем, потому что посмотрим 9 страшных видео. Я вижу, что вам нравится такая рубрика, поэтому ставьте лайки прямо сейчас для продолжения. Оу, это что такое? Слушайте, я думаю, это будет суперинтересно. Всем привет, вы на канале Необъяснимая, и с вами... Так, неожиданно, просто всем привет. Я вообще хочу, ребят, знаете, такой же голос, как у него. Дмитрий, сейчас я покажу вам 9 страшных видео, которые за 10 минут вызовут у вас панику. Ну, у меня уже вызывают это видео панику. Ну что ж, погнали. Аааа, блин, капец. Жуткий, запас себе жуткий, понимаете? Плохое строительство плотин может разрушить целые города. А результат может унести тысячу жизней. Эти кадры опубликованы в феврале 2019 года. Еще один пример того, насколько важны правильные расчеты. Посмотри, какой я, какой огромный слой сошел. Офигеть, вы представляете, да? Вы представляете? Мы такие маленькие муравьишки, да? Ничего не сможем сделать, если вот такая катастрофа произойдет. Офигеть. С 5 января 2019 года плотина Грумандиньо в Бразилии рухнула. Огромный селевой поток разрушил офисы дома гостиницы фермы. И, конечно же, унесла жизни около 500 человек. 500 человек, капец. В этом видео показан тот самый момент с камеры видеонаблюдения, когда плотина рухнула. Прорыв не опустил сотни тысяч кубометров. Оу, че? И, конечно же, ко всему этому ужасу добавляется то, что до сих пор почва не плодородна в районе, где был прорыв. Я вот говорю, что вот это, это самые страшные видео, потому что это может произойти в реальной жизни. Это реально очень жутко. Система региона полностью нарушена. Жесть. В один раз на момент вы видите зеленый холм, окруженный красивыми горами, кажущийся безопасным. Внизу ходят сутки. Ничего не подозревающих людей. Это просто машина, которая уезжает от этой лавины. Там, если она накроет лавину-машину, ничего не останется. Ничего. Через секунду вы видите, как холм рассыпается, и сотни тысяч кубометров жижи и грязи уносят сотни жизней. Это сказано, что 500 человек, которые погибли, да, в ходе схождения этой лавины, да, их даже не нашли. Потому что хрен, че найдешь под такой лавиной. Я думаю, никто из нас не захотел бы оказаться на пути этой сели. Жесть. Это был печальный день в национальном парке Йосемити, когда 29-летняя женщина из Аризоны упала. Ой, кстати, мне нравится этот парк. Йосемити. Офигенный. Просто суперкрасивый. Посорвалась с высоты более чем 150 метров скалы Хавдоума в Йосемити. Эти кадры GoPro, опубликованные на YouTube-издательством 12 News, в сентябре 2019 года показывают нам каждый шаг потерпевшей. Блин, я не могу это смотреть. Че за... Лестница, которая заберет ее жизнь. На кадре, сделанном репортером 12 News, Кристин Килл, виден ужасающий гранитный утес. Маршрут включает тросы, а также доски, которые регулярно прокладывают каждый год. Ну нафига вот лезть, вот по вот такой лезть, такой... Ну зачем рисковать своей жизнью? Ну тут люди, блин, ну зачем? Ради экстрима. Соски прокладывают вдоль тропы каждые три метра, чтобы альпинисты могли немного отдыхать. Я вообще не понимаю такую теле... Альпинисты, да, суперклассно, но есть люди, которые забираются на гору без страховки и... Ну отсюда же видно, что это небезопасно. И зачем? Зачем это делать? Лаза не по этому участку рекомендуется надевать перчатки, так как альпинисты хватаются за трос во время подъема. Я не могу смотреть на это. Она сказала, что во время спуска были моменты, когда она была не уверена, что собирается сделать это, и задавалась вопросом, почему она оказалась в такой ситуации. Она отметила, что гранит был очень скользкий, и было сложно получить опору, а тросы держатся очень плохо. Также она сказала, что хотя можно носить ремни безопасности и пристегивать их вроде страховки. Но это редкость. Подъем почти на 3 километра скалы Хавдов в оба конца составляет 22 километра. Но самая опасная часть всего 120 метров. Эти 120 метров скользкой дороги по граниту. 120 метров. Если произошло поистине это ужасающее событие. Хорошо, что он не показал те самые кадры, где она, ну, понимаете, да, срывается. Но это, это я не могу смотреть такие видео. Это реально, это видео, которые вызывают у меня настоящую тревогу. Вот ты знаешь, на что надобить. Никогда не открывайте свой дом тем, кто кажется держит что-то странное. Видео опубликовано на YouTube-канале Ньюс 11.30 в ноябре 2020 года. Что-то такое. Мы видим страшные кадры с камеры домашней безопасности. Это нож? Это какое-то мачете? На видео странный человек, который бродил по окрестностям и рубил дома людей своим клинком. Мало того, что этот человек в руке держал в перчатке клинок, во второй руке у него было лезвие. На кадрах видно, как он приближается к одному из домов и начинает звонить в дверной звонок. То есть понимаете, да, это страшные видео из реальной жизни, без призраков, без всякого такого, да? Это маньяк, который ходит с мачете по району. Войснова. Видно, как он пытается открутить что-то возле двери с помощью своего клинка. Это были не единственные кадры, опубликованные в интернете. Многие люди запечатлили этого человека на своей камеры безопасности. И, конечно же, полиция сразу же была предупреждена. Вскоре мужчину взяли под стражу, но мотив его действия остается неясным. Хорошо, что его взяли под стражу, потому что обычно, знаете, они такие убегают, и полиция их не может найти. А потом к тебе может постучаться вот такой вот хер. Этот призрачный воспитатель был снят на камеру радионяни в детской комнате в хриле. О, радионяни и призраки, то, что мы любим, то, что было в предыдущем видео. И штат Мичиган. Страшный призрак довольно четко виден в одном из самых жутких видеороликов с привидениями, снятыми на камеру. Призрачный силуэт проходит мимо детской кроватки в затемненной комнате. И ребенок, кажется, почувствовал его присутствие. Ну, знаете, такой холодок пробегает по коже, если рядом с тобой призрак проходит. Младенец встает, взявшись за край кроватки. Как отмечает Дэйл Николс на ютюбе в комментариях, часто говорят, что животные младенцы могут чувствовать призраков. Внимание, ребенка определенно была привлечена к чему-то, что проходило мимо. Хотя, определенно, это событие многих бы отпугнуло от этого. Да я бы сказал, что, знаете, это какой-то пакет пролетает. Ну, прям, знаете, вот на камеру в таком плохом качестве и то видно призрака. Я думал, что это что-то сомнительное, но на самом деле... Если это фейк, это сделано очень хорошо, и я бы даже в это и поверил. В таком случае, пока что, это страшное фото было загружено на Reddit 25 августа 2020 года. Чуваки, это настоящий лицо с настоящего человека сняли? Загрузил на данный момент удаленный пользователь, который утверждал, что сделал этот снимок во время работы. В государственном парке они исследовали одно из заброшенных зданий. Как только они зашли в ванную комнату, то увидели на карнизе для занавески души жуткую маску. А это реально настоящее лицо человека! Маска выглядит потертой и деформированной, как что-то из подросткового слэшера. Все, чего не хватает к ужасу этой фотографии, так это брызг кое-чего красного на кафеле. А, он тоже обходит это слово, чтобы его не демонетизировал Ютуб! Блин, классный чё. Пока не ясно, действительно ли маска использовалась для чего-то зловещего. Да и вряд ли это маска, я думал, это настоящее кожи лицо. Ребят, кто так думает? Пишите в комментариях. Или кто-то в шутку её там повесил в заброшенном здании. А вот это видео из государственного парка, я думаю, более чем достаточно, чтобы напугать кого угодно. Двозы высокого стресса, как правило, показывают нашу истинную природу. Чё, сейчас кто-то ворвётся, что ли, в школу или чё? Комент, когда храбрость молодого человека из Юты спасла жизнь его другу. Видео опубликовано на Ютуб в октябре 2020 года агентством Fox 13 News Юта. На кадрах мы видим молодого человека, который чем-то подавился в кафетерии. Он начинает сопротивляться и идёт к следующему столу, прежде чем упасть. Наблюдая, как друг борется за жизнь, один из молодых людей, не ждя ни секунды, подпрыгивает и начинает помогать ему. Он выполняет манёвр, который многие из нас знают. Оу, ну это прям, знаете, такое, прям, знаете, это видео, которое мотивирует. Не с первого раза удаётся помочь приятелю, всё становится хуже. Но наш герой не отступает и идёт до конца, и через несколько мгновений жизнь спасена. Затем явно, гордясь собой, он скидывает руки вверх, и видео заканчивается. Блин, ну, знаете, побольше бы таких людей вообще на земле. Напишите в комментариях, у него есть такой же друг, реально. Или вы такой друг другому человеку. Вот, будет приятно прочитать ваши комментарии. 24 сентября 2016 года Кори Маккейк пропал без вести в районе Берри Сент-Эдмундс, Сафалк, Англия. Это запись с камер видеонаблюдения, опубликованная в октябре 2016 года на YouTube автором Файнд Кори, показывает последнее известное передвижение военнослужащего. С записи с одной из камер мы видим, что он не идёт по прямой дороге, а немного петляет. Он проходит мимо двух мужчин и, кажется, роняет что-то на землю и быстро подбирает. Далее следует вид с другой камеры, которая показывает, как он небрежно выходит из-за угла за свои руки в карманы. Кадры из центра города показывают, как Маккейк входит в тупик с мусорными баками. И всё, больше его не видели, оттуда он не выходил. Чего? Реально? Я, знаете, я обожаю такие видео, где пропадают люди. То есть они вот идут на камере, а дальше их просто нет. Они исчезли, может сбой матрицы? Телефон был отслежен от этого тупика до Сфалки. Поначалу полиция планировала именно там искать мужчину, так как грузовик перевозил около 14 килограмм. Однако позже они обнаружили, что этот вес составил на тот момент 99 килограмм. Расследование на сумму в 2 миллиона фунтов стерлингов до сих пор не раскрыто. Хотя основная версия власти, что мужчина упал в мусорный бак и был раздавлен мусоровозом, после чего отвезён на свалку. Пал в эту штуку и был раздавлен мусором, после чего отвезли его на свалку. Знаете, да, у нас сейчас есть камеры видеонаблюдения, технологии, но, как видите, это иногда даёт как бы свои сбои, да, иногда даже непонятно. Ну, кстати, если бы не это видео, я бы даже не узнал, что такой человек пропал. На самом деле, очень классно, когда там ютуб-каналы, да, освещают пропажу людей, потому что это хоть как-то, ну, может помочь. Запечатлеть шторм на видео или отправиться в подвал. Этот домовладелец рискнул не на шутку. Он запечатлел шторм Сидар Рапиц де Рэйчо, который обрушился на его район. На этой видеозаписи, опубликованной на ютуб Хиндманом, в августе 2020 года виден ужасный ураган. А на дом автора надвигается ужасный торнадо, который обрушился на Айовы и уничтожил сотни миль вокруг. Жесть, вот, ребята, кто живет из вас в США, да, у вас же там, ну, бывают, да, всякие торнадо, да, ураганы, Сэнди, не Сэнди, Катрина всякие, да, напишите, каково это, если кто-то застал такие ураганы, может, кто-то в России застал такие, хотя я очень мало слышал, что там, ну, в Москве бывают ураганы, да, но не такие. Очень будет интересно прочитать про ураганы у вас в комментариях, так что давайте, пишите. Но это не гроза тебе, да, обычно? несколько секунд из самых жестких торнадо которых мы видим яростный ветер который обрушился автор ветви летят по дороге а деревья в какой-то момент просто не выдерживаю не просто улетает сосна которая дожила до этих дней просто не справляется с сильным ветром она заваливается на могу еще еще одно крупное дерево химман пишет что торнадо которая обрушилась на их район было 40 миль в диаметре шторм унес 4 жизни те кто не успел укрыться отключил электричество почти во всем городе знаете погибнуть в торнадо да вот природа природные такие катаклизмы и ты ничего не можешь сделать потому что это законы природы ущерб составил семь с половиной миллиардов долларов шею и влезу ущербу в 14 миллиардов нанесенного погодой сша в прошлом году знаете это 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 очень страшно этот короткий ролик опубликованный на youtube кэлварид ауэр в августе 2020 года просто поражает 4 августа 2020 года в девять утра торнадо нанес просто колоссальный ущерб этому району я когда смотрю видео про эти торнадо у меня просто стоять это это штука которая сносит все на своем пути да вот и хорошо сказал да люди которые не успели укрыться шанс того что ты погибнешь 99 процентов один процент того что не погибнешь во время этого торнадо на улице первый торнадо спустился на землю соседнем сантауне примерно 30 минут назад разрушение даура не осталось далеко позади пастор церкви голгофа был внутри своего прихода когда разразилась буря он получил предупреждение на включили свет телефон разрядился сейчас хорошо что у нас по мобильному там мчс мчс пишут да сильный порывы ветра и так далее хорошо же нас сейчас предупреждают об этом это прям супер классно зал что люди сначала начали чувствовать давление в ушах сильный ливень начинается ветер набирает скорость тянет и толкает мусор по дороге я вот этого об этом не слышал кстати стояла лишь изоляция с потолка и потолочная плитка были обрушены также один из сотрудников отмечает что они потеряли часть крыши своего учебного корпуса а вот вы видите крыши нет смотри смотри просто гулое здание стоит находились ученики если бы школу не закрыли накануне хотя церковь и удастся восстановить это видео надолго останется в памяти прихожан ну короче ребят это были 9 страшных видео именно в реальной жизни было там одно видео про призрака и няню но это найти такое исключение вообще не нравится канал необъясним и потому что делает достаточно часто прямо реалистичные видосы которые нагоняют тревогу и крепоту если вам нравится мой реактор этот канал то ставьте лайки обязательно подписывайтесь на мой канал прожимаете колокольчик чтобы не пропускать новые видео а меня зовут рома я не прощаюсь с вами увидимся